МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня в программе. Безработных стало меньше. Служба занятости Чуваши подвела итоги 2012 года. Вперед в прошлое! Государственному архиву Чувашской республики исполняется 90 лет. Летающие огни над столичным заливом. Чебоксарцы запустили в небо китайские фонари. Сегодня в Новочебоксарске, по данным территориального отдела Роспотребнадзора, зафиксирован выброс хлора. Информация о том, что в воздухе появился запах, поступила от дежурного по гражданской обороне. Чрезвычайным ситуациям утром. Об этом нашей телерадиокомпании сообщил начальник Новочебоксарского отдела Роспотребнадзора Алексей Васильев. Специалисты сразу же взяли пробы по двум адресам. Улица Советская у магазина «Комфорт» и в микрорайоне Альдеева. По результатам исследования проб воздуха у нас установлено, что в деревне Альдеева по улице Пекинская, дом 32, были выявлены превышения по хлору в 1,2 раза. Ну и, соответственно, данный факт не соответствует требованиям санитарных правил, генические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. По гидрохлориду, по его содержанию в воздухе, то есть превышение не зафиксировано. Во второй точке отбора пробы в районе магазина «Комфорт» по адресу Новочебоксар-Советская, дом 1, также были проведены исследования, но ни превышения по содержанию хлора, ни по гидрохлориду зафиксировано нами не было. При повторном отборе проб в 11.40 в микрорайоне Альдеева, по улице Петинская, 32, превышения генических нормативов по хлору и гидрохлориду уже зафиксировано не было. Сейчас мы, значит, будем устанавливать источник совместно с администрацией города Новочебоксарска. И в данном случае мы усматриваем, конечно, угрозу здоровью жителей города Новочебоксарска. Сейчас в Роспотребнадзоре совместно с администрацией города устанавливают источник, который мог выбросить хлор. Таких предприятий не так много, а подобные случаи угрожают жизни и здоровью горожан, комментируют в отделе Роспотребнадзора. Специалисты отмечают также, что случай выброса хлора не единственный в этом году. Хлор в воздухе был зафиксирован в январе, опять же, в Новочебоксарске. Многие из тех, кто по разным причинам остался без работы, первым делом идут в Центр занятости населения за помощью. Здесь помогают найти место с достойной зарплатой. На сегодняшний день в Республиканском банке вакансий около 17 тысяч предложений от работодателей со средней зарплатой в 12 тысяч рублей. Численность безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы заинтестичь в Аши, уменьшилась с 8 тысяч до 5,5 тысяч человек. Уровень безработицы снизился до 0,8%. Это третий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. Причем снижение численности и уровня безработицы произошло во всех муниципалитетах республики. Участниками мероприятий в области содействия занятости населения по 15 направлениям государственной поддержки стали более 85 тысяч человек, что составляет 104% от запланированного количества. Выполнение контрольных показателей обеспечено по всем направлениям. За содействием в поиске подходящей работы в прошлом году в органы службы занятости населения обратилось более 52 тысяч человек, из которых 43 тысячи человек трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 82,1% от числа обратившихся. Особое внимание уделено временной занятости подростков. Трудоустроены более 17 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на то, что на рынке труда сохраняется достаточно стабильная обстановка, в сфере занятости все же имеются проблемы. Основной проблемой трудоустройства является не количественный недостаток заявленных вакансий, а их качественное несоответствие профессиональной коллекционной структуре безработных. До 80% вакансий приходится на рабочие профессии, тогда как в составе безработных более половины имеют высшее и среднее профессиональное образование. В связи с этим профессиональное обучение безработных проводится по востребованным на рынке труда специальностям. В течение года к своей новой профессии приступили у нас 496 человек. 82% направленных на обучение получили рабочие профессии. В целом, в результате этих мер и получена положительная динамика. В этом году будет продолжена работа по созданию профильных центров по инсталляции профессии на базе Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, экономико-технологического колледжа. Кроме этого, Госслужба занятости населения отслеживает, как идет прием на работу акватированных категорий инвалидов и многодетных родителей. На реализацию полномочий в сфере занятости населения в этом году направят более полумиллиарда рублей. Из них на сохранение рабочих мест для инвалидов впервые из республиканского бюджета выделяется 2,5 миллиона рублей. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Сегодня же на совещании глава Республики и члены Кабинета министров подвели итоги экономического соревнования за прошлый год среди организаций обрабатывающих производств. По традиции все организации поделили на 5 групп в зависимости от численности работников. В прошлом году в соревновании приняли участие 52 организации, на долю которых приходится почти 64% объема отгруженной продукции, 55% среднесписочной численности работающих и 77% доходов всех прибыльных организаций на территории Чувашии. В течение года ряд организаций в связи с увеличением численности работников были перемещены из одной группы в другую. Таким образом, на строчку вверх поднялись ЖБК-9, ЗАО Чебоксарский электромеханический завод и Вурнарский мясокомбинат. Результаты деятельности организации оценивала специальная межведомственная комиссия. По первой группе, а это предприятие с численностью от полутора тысяч человек, куда вошли 9 организаций, при этом эти 9 организаций фактически создали по итогам 2012 года 64,1 объема всей отгруженной продукции всех организаций, которые стали участниками данного соревнования и фактически выполнили практически 50% всего объема инвестиций 2012 года по всем этим организациям и создали 52,2% прибыли всех прибыльных организаций. То есть, как мы видим, эти 9 организаций – это основные организации, можно сказать, Чувашской республики. Здесь места распределились следующим образом. Первое место – это ЗАО Чебоксарский электроаппаратный завод, второе место – УАО «Элара» и третье место – ЗАО «Промтрактор Вагон». Министр экономического развития, промышленности и торговли отметил, подобные соревнования имеют не только имиджевый, но и финансовый и социальный эффект. Чтобы оказаться в лидерах, некоторые предприятия активно избавляются от долгов по зарплате, вовремя уплачивают налоги, работают над увеличением прибыли. «Промтрактор Вагон, вы сказали, налоги погасили, сегодня какая-то долгов по зарплате нет, уже текущий год я имею в виду?» «Долгов по зарплате нет, с 4 марта отменен приказ о, скажем так, неполной занятости, и на март месяц намечен выпуск 200 вагонов». Среди лидеров в своих группах также ООО – научно-производственное предприятие «ЭКРО». Заочебоксарское предприятие «Сейспель», ООО «Чувашторгтехника», ООО «Кооператор». «Принцип соревновательности, социализательности на сегодняшний день – это хороший, добрый аспект, для того, чтобы подбодрить трудовые коллективы с одной единственной целью, чтобы они, не снижая свои показатели по итогам прошлого года, в этом году еще динамичнее сработали». Об успехах чувашских производителей смогут узнать и горожане. В ближайшее время названия кампаний-победителей займут свое место на доске почета в сквере имени Чупаева. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Ежедневная и на первый взгляд незаметная работа, которая оборачивается серьезными результатами, очень важными для нас с вами. Сегодня Управление Федеральной службы России по контролю за незаконным воротом наркотиков по Чувашии отмечает десятилетие. Эффективность и значимость этой службы доказывать не надо. За 10 лет Управление выявило более 5000 преступлений. Закрыто свыше 300 наркопритонов, изъято около 350 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Ежегодно по их предписаниям правоохранительные органы возбуждают и расследуют сотни тысяч дел за незаконный оборот наркотиков. А судебные органы выносят столько же обвинительных приговоров. В России более 8,5 миллионов наркоманов, и это серьезная угроза для общества. Даже при максимальной эффективности ни в одной стране мира полицейская служба не может полностью блокировать нелегальный оборот наркотиков. В незаконном обороте появились новые опасные виды наркотиков. Матвая солома, замаскированный под кондитический мат, дезаморфин, новые синтетические наркотики, распространяемость, используемость в сети интернета. Предупредить и пресечь преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задача не из легких. В таких условиях только силовых мер недостаточно. Нужна системная профилактика наркомании. Большое спасибо всем жителям нашей республики. Для того, чтобы они оказывают нам всегда вот эту помощь, мы опираемся на них. Только взаимодействие и совместными усилиями мы можем прийти к единому и спасти наше население, нацию от разгрома, от попадания наркотиков в свободную продажу. Не последнее место в борьбе с этим злом занимает совместная работа с министерствами и ведомствами. Взаимодействие с ними позволяет сегодня держать наркоситуацию под контролем. Десять лет вы служили фактически защите населения Чувашской республики от злостного вреда, который приносят наркотики. Спасибо вам огромное за эту работу. И позвольте добавить от имени Министерства здравоохранения, фактически мы работаем с вами вместе, сохраняя жизни наших людей. За десять лет сформирован профессиональный коллектив оперативников, экспертов, дознавателей. Грамотно организована оперативная работа. Лучшим из лучших сегодня вручили награды, благодарности, грамоты, юбилейные медали. Подполковник полиции Блюзмин Александр Павлович, заместитель начальника оперативной службы, начальник второго отделения. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика. У человеческого мозга, к счастью или к сожалению, есть такая особенность – забывать. Но для того, чтобы все важные события и ценные документы сохранились для будущих поколений, в России, как и в других странах, существуют архивы. 90 лет назад такое нужное учреждение организовали и в нашей республике. Это вовсе не машина времени, но именно здесь можно по-настоящему прикоснуться к прошлому. Мы находимся в историческом архиве Чувашской республики. Что произошло десятки, а то и сотни лет назад? Ответ на этот вопрос можно найти в историческом архиве. Здесь и вырванная барыней в порыве гнева коса крепостной девушки, и уникальные документы, возраст которых почти 4 века. Самые нужные документы находятся в нашем архиве. Но если взять период, документы у нас датируются, первые документы, 1639 годом. Ну и по сегодняшний день мы их принимаем. В составе этих документов это управленческая документация, это фотодокументы, это и картографический материал. У нас более миллиона 200 единиц хранения только в нашем архиве. А в целом по системе более 2,5 миллиона единиц хранения мы храним в республике. Задача архива не только хранить предания старины, но и активно их использовать. С документальными источниками работают не только ученые, следователи, студенты, аспиранты. Обратиться к прошлому может каждый. В архивы обращаются наши граждане, в первую очередь, для, конечно, запросов не социально-правового характера. Это и по недвижимости, это запросы по земле и, конечно же, именно по стажу работы, о работе какой в организациях. О подтверждении стажа работы спрашивают, таких запросов очень много. И не только социально-правового характера, но и ведется очень большая работа, исследовательская работа. В читальном зале настоящий аншлаг. Свободных мест почти нет. Еще бы, пожалуй, только здесь вы сможете подержать в руках подлинную книгу с записью о рождении, к примеру, вашей прапрабабушки. Три года назад я пришла, чтобы собрать родословное свое. Но я тогда не знала, что я так могу втянуться в эту работу. И это очень интересно мне стало рыться вот в этих бумагах. И потом я втянулась, стала собирать историю своего села. В архиве я занимаюсь изучением родословной. Моя родословная включает на сегодняшний момент 17 515 персон. Я домой приду и внесу еще несколько сотен персон. И так практически ежедневно. Ну а то, что не дают в руки и что пока закрыто от глаз посетителей, к примеру, уникальные документы, в скором времени будет доступно в электронном виде. На сканирование материалов архив получил из федерального бюджета миллион рублей. Таким образом, на страже старинных реликвий стоят новые технологии. Есть возможность использовать электронный формат документа. То есть это способствует уменьшению трудозатрат, временных затрат. То есть уже на мониторе компьютера ты видишь документ, уже исправленный фотошопом. Текст читается лучше. Кроме этого, есть возможность некоторые документы осветить уже в сети интернет. Ну а если у вас нет времени копаться в документах, но тяга к знаниям не дает вам покоя, сотрудники учреждения и в этом случае придут на выручку. В архиве выпускают специальные пособия в виде лазерных дисков. Каждое такое пособие посвящено определенной теме. К примеру, участию жителей Чувашии в войне 1812 года. Материал на диске уже подобран, систематизирован и разложен по полочкам. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Китайские фонари на Чувашской столице. В эти выходные жители Чебоксарс собрались вместе, чтобы выпустить в облака сотни огненных светил. Подобные флешмобы в городе пока посвящают романтическим датам. Впервые небесные фонари массово Чебоксарса запустили в День всех влюбленных. Хотя в крупных городах уже на протяжении нескольких лет проводятся масштабные фестивали летающих огней. Картина поистине завораживающая. Убедились в этом и мои коллеги. Короткий инструктаж перед массовым стартом. Запустить в небо китайский фонарь – все равно, что сделать японской оригами. Все по науке. Зажечь фитиль и дождаться, пока бумажная фигура наполнится горячим воздухом. Морозы таким фонарям ни по чем. Прервать полет может только сильный ветер. Организаторы рассчитывают все до мелочей. Ветер до 10 метров в секунду. Ну и самое главное, чтобы люди сами знать, как запускать именно правильно. Именно это, когда поджигаешь фонарь, держать его 3-4 минуты. Люди запускают его заранее. Соответственно, воздух не нагревается. Он летит не в высоту, а бок его уносит ветром. Когда заканчивается 10-секундный отсчет, огненные светила устремляются вверх. Момент поистине торжественный. Небо над столичным заливом, фонари озаряют долго на радость горожан. Этот флешмоб организаторы приурочили к Международному женскому дню. Многие мужчины в честь своих половинок к облакам запускали горящие сердца. Ну, красиво, красочно очень. Хочется чего-то такого необычного. Как раз флешмоб. И мы решили всей компанией прийти, тоже пустить воздух. В общем, фонарики. Вообще, у китайских фонариков довольно богатая история. Первые упоминания о них появились в летописях, которые описывали военные походы. Это было еще на заре нашей эры. Тогда в небо их запускали для того, чтобы усилить страх во вражеские войска. Сейчас китайские фонарики запускают в мирных целях. В России это увлечение прижилось не так давно. Многие верят, что если вместе с бумажной фигурой отпустить в небо и записку с желанием, оно обязательно сбудется. Конечно, желания же загадываем. И хотим, чтобы эти желания исполнились. Если в этом окей, наверное... Конечно, как бы угадали. Китайские фонари для чебоксарцев пока диковинка. Подобный флешмоб провели только в этом году. Но в ближайшее время в Чувашской столице рассчитывают провести и целый фестиваль китайских фонарей. Мы счастливы! А чебоксарские моржи преподнесли коллегам не менее оригинальный подарок. 8 марта мужчины пригласили своих одноклубниц окунуться в прорубь. Антураж к праздничному заплыву подобрали необычный. Закаленных женщин в праздничный день в прямом смысле слова осыпали лепестками роз. Пожалуй, о таком презенте мечтает каждая дама. Оригинальный подарок моржихи приняли и, несмотря на морозы, окунулись в ледяную прорубь. Но от холода в этот день изнемогал только оператор. Женщин на праздничном балу мужская половина пыталась согреть задорными танцами. Перед благородными зрительницами моржи предстали в сказочных образах. Ну а правил необычным действом, конечно же, никто. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы всегда рядом, за то, что вы дарите тепло и уют в наших домах, в наших сердцах. Кто хорошо отдыхает, тот и работает ударно. В канун Международного женского дня сотрудники предприятия «Дорис» встретились на волжских просторах, чтобы разыграть награды корпоративной спартакиады. Проводится она каждый год. Столько, сколько существует и само предприятие. В программе спортивного праздника с десяток состязаний. Мини-футбол, лыжные гонки, перетягивание каната. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. До завтра. Оставайтесь с нами. Каждый филиал предприятия «Дорис» выставил на соревнования своей команды. Возрастных ограничений не бывает. Поэтому на спортивных площадках встретились молодецкая удаль и жизненный опыт. Вот команда по номерам пять. Это команда по пять. Мероприятие – это у нас традиционное. Каждую зиму по итогам года мы проводим здесь. А на День строителей проводим по итогам полугодия. Это уже в базе авандаш. Впрочем, чтобы участвовать в спартакиаде, сила и выносливость не так уж и необходимы. Главное – желание быть в коллективе. Ведь организаторы мероприятия сделали акцент именно на сплоченность. Те, кто приехали, нашли для себя приемлемый вид спорта. Организаторы постарались угодить всем участникам соревнований. Каждая команда участвовала во всех соревнованиях. Причем в любой игре был свой лидер. Так что удовольствие получили абсолютно все. Это у нас традиционный снеговик. Коллектив к нему очень готовится, особенно к соревнованиям. Это сплачивает коллектив. Все-таки перед тяжелым сезоном хочется вместе собраться, отдохнуть. Некогда подобные соревнования проводились практически на каждом предприятии. Впоследствии многие отказались от такой практики, видимо, сочтя ее баловством и пустой тратой денег. А зря. Ведь корпоративный спорт – одна из форм реализации социальной политики бизнеса, нацелена не только на повышение командного духа, но и на улучшение здоровья сотрудников. Итогами года мы, конечно, довольны. Практически обеспечили почти двухкратный рост. Так что, ну а в этом году, конечно, хотелось бы продолжить рост. Ну, не все зависит от нас, потому что мы участвуем в конкурсах, локционах. Так что стараемся выиграть. Работаем мы, работаем по всей стране, рассчитываем дальше двигаться везде. У нас достаточно молодой коллектив. 35% составляет до 30 лет. Значит, работа у нас требует, в общем-то, теперь уже достаточно высокообразованных людей. В общем-то, на части техники работать могут только люди с высшим образованием. И чем дальше, тем это больше. Планируем набрать объемы и участвуем в тендерах. То есть, как в прошлом году выполнили 2,5 миллиарда СМР, в этом году планируем также. Коллектив готов, техника отремонтирована, у людей настроение хорошее. О том, что для работников Дори, Спартакиада и вправду праздник, которого все с нетерпением ждут целый год, можно было догадаться по азарту, с которым молодые ребята гоняли мяч на футбольном поле. На равных соревнуются рядовые сотрудники и руководство предприятия. Приветствуются семейные команды. Молодцы, ребята! День Волжского снеговика, вот этого праздника. У нас подводятся итоги года, за предыдущий год. Награждаются лучшие производственные экономические соревнования. И здесь итоги у нас подводятся как среди основных филиалов, так и дочерних компаний, и также производственных участков и бригад. Главной задачей этих мероприятий является максимальное сплачивание коллектива. Это первое. Второе. Сохранение и развитие здорового образа жизни в коллективе. И, скорее всего, вот эта тактика, принятая администрацией и профсоюзным комитетом, она себя оправдывает. Страсти в этот день кипели не шуточные, ни в чем не уступающие эмоциям в профессиональном спорте. Зрители прыгали и обнимались, радуясь каждой удачей своих сотрудников. По итогам спортивной программы «Спартакиады» ими стали команда дорожников управления механизацией номер один, Новочебоксарского специализированного управления номер четыре, автотранспортники дочерней компании «Трансрегион». Лучшим спортивным коллективом среди всех подразделений «Дорис» признаны дорожники управления механизацией номер один. Это переходящий кубок. На большой план развития спорта в нашей организации. Я просто с удовольствием. А самый престижный почетный кубок «Снеговик Дорис» впервые достался команде работников дочерней компании санаторно-курортного комплекса «Солнечный берег». Давай! Вместе с дипломами и памятными подарками победителям достались огромные праздничные пироги. Кстати, нынешняя «Спартакиада» была посвящена Международному женскому дню. Руководство открытого акционерного общества «Дорис» обещало, что это не последнее спортивное состязание. Все только начинается. Ведь в этом году предприятие отмечает свое 45-летие.